Всем добрый день! В этом видео мы поговорим про настоящее продолженное время в английском языке, которое называется Present Continuous. И мы разберем примеры предложений. Давайте посмотрим первые три примера с переводом. Nowadays we are starting to use more electronic books. Перевод. В наши дни мы начинаем больше использовать электронные книги. Да, на самом деле очень интересная мысль, но давайте теперь сфокусируемся на грамматику. Самый частый временной указатель времени Present Continuous является now. Да, то есть какой пример можно привести с now? Я говорю сейчас по-английски. I'm speaking English now. Мы сейчас слушаем тебя. We are listening to you now. И так далее. Поэтому имейте в виду, что если видите nowadays, то это сигнал к употреблению времени Present Continuous. Второй пример. Look, they are fighting. Посмотри, они дерутся. Look, посмотри. Это то, что сейчас происходит, именно в данный момент. Поэтому, опять же, мы используем данное время. Третий пример. Hurry up. They are waiting for us. Поторопись. Они ждут нас. Глагол wait очень часто употребляется во времени Present Continuous. Я жду тебя. I'm waiting for you. Я жду твоего ответа. I'm waiting for your reply. Или I'm waiting for your answer. В зависимости, какой контекст. Я жду твоего решения. I'm waiting for your decision. И так далее. Значит, для изгребления повторим эти примеры только на английском. Nowadays we are starting to use more electronic books. Look, they are fighting. Hurry up. They are waiting for us. Дальше еще примеры. Just imagine it. They aren't listening to me. Только представь, это не слушает меня. Да, очень неплохая разговорная фраза. Just imagine it. Мы знаем различные фразы. Just. Одно из самых известных выражений. Just do it. Просто делай это. Так, пятый пример. Where is he waiting for us? Где он нас ждет? Дальше. He is finishing this project next week. Он заканчивает этот проект на следующей неделе. По логике вещей мы должны были употребить здесь будущее время. И в принципе можем. He will finish this project next week. Но также present continuous. Иногда употребляется и в будущем времени, если речь идет о наших планах, намерениях. Поэтому это просто один из дополнительных случаев употребления данного времени. Хотя, опять же, основное случай употребления именно то, что происходит именно сейчас. В данный момент. Приведем пример еще употребления present continuous в будущем времени. Например, я встречаюсь с ним завтра. I am having a meeting with him tomorrow. Я встречусь с ним завтра. И последний пример. Why is he looking at us so curiously? Почему он смотрит на нас так любопытно? Curiously – это наречие, образованное от глагола curious. Повторим только английские предложения. Just imagine it. They aren't listening to me. Where is he waiting for us? He is finishing this project next week. Why is he looking at us so curiously? Да, отлично. Будем дальше отрабатывать новые материалы в следующих уроках. До встречи. До скорой встречи. Всем спасибо за внимание.